Об итогах уходящего года и планах на предстоящий говорили на встречу Алексея Ладокова с жителями Калининского района. Интерактивная беседа состоялась в рамках проекта «Открытый город». Участники встречи не только задавали вопросы и высказывали предложения, но и обращались к главе столичной администрации за советами. Уходящий год, несмотря на сложности, стал продуктивным во всех сферах, подчеркнул Алексей Ладоков. Сегодня в Чебоксарах реализуются 12 муниципальных программ. Доходы городского бюджета в текущем году увеличились на 30%. Более 60% городского бюджета направлены на развитие социальной сферы. Ведущее место в экономике занимает промышленный комплекс, его доля составляет около 44%. Объем инвестиций в основной капитал за январь и октябрь 2014 года составил 11 миллиардов рублей. За январь-ноябрь текущего года бюджет поступил доходов в сумму 7,3 миллиарда рублей. Рассказал глава столичной администрации и о планах на будущее. В 2015 году планируется отремонтировать 408 домов. Кроме того, будет построен проспект Айги и двухуровневая транспортная развязка. За счет строительства, реконструкции и создания новых групп в детских садах города появится 1245 мест. Многие из пришедших на встречу воспользовались возможностью и задали главе администрации города свои вопросы. У нас три дома 16-этажных, две площадки детских и одна спортивная баскетбольная благоустроенная площадка. И сейчас мы недавно узнали, были публичные слушания, что оказывается мы не владеем вот этой нашей спортивной баскетбольной благоустроенной площадкой. Мы бы хотели сохранить нашу баскетбольную площадку. Глава администрации города пообещал жильцам комплекса «Аврора» решить сложившиеся проблемы в короткие сроки. Дети не должны страдать от действий недобросовестного застройщика, подчеркнул Алексей Ладыков. Жители Калининского района жаловались на отсутствие подземных переходов и парковок. Пришли на встречу и жильцы дома номер 9 по улице Петрова. Алексей Ладыков не только ответил на их вопросы, но и предложил после встречи подойти к нему, чтобы обсудить проблему более предметно. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.